Как зайти в эту парашу? What? А чё делать? Интернешнл вновь возвращается к нам уже в этом августе, а значит самое время поддержать любимую команду. И сделать это можно даже на тесте, ведь там стартовал розыгрыш сотни золотых наборов, а в новой линейке кейсов можно утонуть пропуски в клубы поддержки не за полторы тысячи, а 9 рублей. Так что ставь видео на паузу и поспеши забрать свой бесплатный кейс клубов поддержки, а также 15% бонус к пополнению со специальным промокодом. А ссылка где? Правильно, ссылка будет в описании. Как зайти в игру? А, всё. Ну всё, новая игра получается. И всё. Да... Не, ну гайз, это фул аниме. Это не серьёзно. Дробь на первой секунде. Привет! Я вижу девчонку, которая мчится ко мне, отчаянно размахивая руками. Она не обращает ни малейшего внимания на то, как на неё косятся прохожие. На мозгу сделать тише. То есть себя не слышу нифига. Фул аниме, что у тебя с глазами? Вот так-то лучше. Уф! Есть ли ещё аниме-музыка, помимо тетради смерти, которую ты слушаешь? Откуда я знаю? Вроде там было несколько треков ещё из какого-то дерьма, я не знаю. Уф! Вся суть моего стрима. Можешь переименовать стрим в... Вот в это вот. Уф! Ты перенстрим, потому что подрочить не успел. Но мы понимаем, от девочек шишка-то ебать дымится будет. Да, вот именно от таких вот девочек шишка дымится. Пиздец. Только если ты, не знаю, недоразвитый. Плюса. Уф! Я опять проспала. Но на этот раз я тебя догнала. Артас, это я, да. Бля, надо был другим именем подписаться. На самом деле. Только потому что я тебя дождался. Фууууу! Ты так говоришь как будто совсем не рад меня видеть. Вредина ты, Артас. Ты так шумишь и машешь руками, что все на тебя косятся. Я не хочу чтобы люди решили, будто мы с тобой парочка. Подумаешь? Плюса. Все равно ты меня подождал Это потому, что ты на самом деле не вредный Даже если пытаешься показать Говори что угодно, Сайори Меня это не касается Мы вместе переходим улицу и направляемся к школе Мы школьники? Гол Чем ближе мы подходим, тем больше вокруг учеников Все торопятся успеть к началу занятий Ты мне сто лет назад обещал, что в этом году вступишь в клуб Я говорила, что о тебе беспокоюсь Ты не хочешь ни с кем общаться Не увлекаешься ничем Как ты дальше жить собираешься без друзей Я хочу, чтобы ты был счастлив Для меня это важно Ты говоришь, тебе и так неплохо Но я боюсь, а вдруг ты через пару лет окажешься без работы Никому не нужный, потому что не умеешь жить в реальном мире Это, я так понимаю, реальный мир Ты мне доверяешь, правда? Тогда сделай так, чтобы я за тебя не беспокоилась Ладно, ладно Я загляну в пару клубов, чтобы ты угомонилась Но ничего не буду обещать Пообещай хотя бы, что попытаешься самую капельку Ладно, это я могу тебе пообещать Ура! Если бы моему бате в 2107 кто-то сказал, что попись будет стремить бесконечное лето и доки-доки То он бы перевернулся в канаве Поздравляю, Виталий Вы официально достигли дна стриминга Тут уже не спасет даже пока жопы Покажу жопу твоей матери тогда Это спасет мой стрим За шок-контент Папаня, удачного стрима Не обращай на гей-донаты Если что, по руту выбирай клуб Скала Там тебя будет ждать секретная концовка электроника с ключом на 9 Начать, видимо, придется с клуба анимешников О, великие силы Лилипудские Я нашла все улики Ты мне оставил лички, лилипудские дикпики Не Ну, это фулл аниме, это сложно очень, блин Вот как-то лучше Что значит, пройди до конца, что я должен проходить до конца Что за бред вообще Если мне не нравится, я должен Что ты несешь? Пожалуйста, не дропай, если не понравится Что это вообще значит? А что может быть проще, чем нарисовать аниме персонажа? Посмотри на них Тут даже ничего и рисовать не нужно Тебе не нужно делать нос Носа нет Тебе не нужно делать рот Рта нет У тебя просто полоска Вместо рта Просто полоска Тебе не нужно делать брови Бровей тоже нет Брови вон вообще поверх волос Научите рисовать называется Привет Видите, вот бровь у нее Просто черная полоска поверх волос даже Вот волосы Вот бровь заканчивается Оно поверх волос, блять То есть, ну реально Что может быть проще, чем нарисовать аниме персонажа? Пожалуйста, хватит байтить на донаты А на нацуки, нацуки папань Нацуки? Бля, я не могу это произносить Тяжело Нацуки тяжело произносится Так, о, точно Я тоже как-то ужаса читал Одну книжку Я отчаянно пытаюсь показать, что между нами есть хоть что-то общее Если честно С тем же успехом Юрия могла бы разговаривать с пнем В последний раз, когда ты уходила из клуба Ты оставила тут черновик Ты сочиняла стихотворение, которое называлось Замолчи немедленно! И отдай мне бумажку! Ладно, ладно У тебя что стихи, что пирожные Все, что ты делаешь, такое же няшное, как ты сама Сайори пересаживается к нацуки И кладет руки ей на плеч Я не няшная! Нацуки, ты сочиняешь стихи? Ну, вроде того, иногда А тебе-то что? Мне кажется, это круто Может, как-нибудь дашь почитать? Нет! Нацуки, твой взгляд Тебе они не понравятся А, ясно Ты еще не очень в себе уверена? Я понимаю, что сейчас чувствуют нацуки Чтобы делиться своим творчеством с другими Одной уверенности мало Писать нужно, в первую очередь, для себя Это высшая форма искренности Лето! Бесконечное лето! До этого была бесконечность, теперь лето Вот так-то лучше! Спасибо за ламповые стримы Приятную атмосферу Интересные диалоги Умные мысли Была бы возможность Отдал бы тебе все свои деньги Мне сама донат Мне сама донат Манга, это литература! Огорченная нацуки Плюхается на свое место Не надо так переживать Артос всегда старается за всех сил Если ему интересно Вот это правда Он мне помогает с домашними делами Даже если я его не прошу Хуяся куколт С готовкой! Уборкой! Я не понял Какой он надежный Сайори, все только потому Что у тебя в комнате бардак Меня это раздражает А один раз ты вообще Чуть дом не спалила Да ладно! Вы давно дружите, да? Я даже немножко ревную С чего бы? Артос может стать твоим другом тоже Ээээ Сайори Мм? Сайори, как обычно, даже не замечает Какое неловкое положение Она меня поставила Японском нет ударения Но есть высота звука Так слог на В слове нацуки Ты должен говорить громче Чем цуки Иначе неправильно Что же неправильно? Как вообще может быть неправильно? Бля, эти все вот эти вот Правильно, неправильно Я Понимаешь? Понимаешь, в чем дело? Я не японец Я не разговариваю на японском Следовательно Как я могу произнести неправильно? Неправильно может произнести Тот, кто разговаривает на японском И знает японский язык Как я могу произнести неправильно? Я вижу буквы Я вижу буквы Н-А-Ц-У-К-И Нацуки Для Типа русскоязычного человека Мне кажется Это должно читаться нацуки Очень сложно нацуки прочитать очень сложно блин эти авторы этих новелл они все такие кринджи фантазеры ну блин а что-то стало тяжело очень гас стало тяжело уф пряди моих волос искрятся и антарном свете плещутся в нем наверное это он последний фонарь и устоявший перед напором времени последний который последний который скоро сменит болезненное сине-зеленое мерцание будущего я погружаюсь спокойно дышу настоящим но живу прошлым свет мерцает я мерцаю в ответ ну конечно пытаться переводить стих который скорее всего был на японском да что вы мне что вы мне рассказываете что мне делать это вот тема с каждой игрой только типа ну игра дальше будет интереснее и буквально нужно играть до самого конца но как-то мне на самом деле ну вот так то лучше мой ник это ребус . будет сложно но ты попробуй . btv я уже возбудился поэтому трахни меня трахни меня трахни меня скорее срочно до метод так раздражает когда в каждой игре пытаются до самого конца спами донатами только не дропать дальше интересно будет это это вообще так бесит это полный бред игру можно дропать хоть на первой минуте зачем тебе играть дальше если ты не можешь так что скажешь это очень белые стихи так она кажется называется а предыдущий стих разве не был таким же простину из меня плохой поэтический критик ничего страшного да в таком стиле сейчас очень многие пишут мне всегда казалось кстати тех кто пишут без рифмы они просто не имеют таланта к сну к написанию стихов я не никогда не мог понять сути стихов без рифмы стих это когда есть рифма если нету рифмы то это не стих с моей точки зрения то есть грубо говоря люди прячутся за свои за своей бездарностью как бы это забавно не звучало и пытаются выдавать свою бездарность за талант это вообще очень странно очень странно много стихов где упор делается на ритм на паузу между словами и строчками когда читаешь это вслух эффект потрясающий не то чтобы тяжело читать мне не тяжело воспринимать происходящее я не могу проникнуться ни сюжетом не атмосферой не не персонажи мне не нравятся персонажи в целом сюжет и я не могу я не могу вообще ничего толком понять и не очень хочу и музыка меня добивает у меня блин не знаю как я себя ощущаю как-то передать я себя ощущаю вот как был тут донат такой где-то был донат то что спустя там 100 прохождений или 1000 прохождений бесконечного лета где-то тут было подождите сейчас я найду этот донат секунду а вот тысячи циклов я пытался выбраться из советского лагеря совенок но если бы я попал в эту парашу я бы сразу застрелился пионер вот донат был и это я если я сейчас ощущаю вот как как будто то явь я пытался выбраться из совенка там не знаю окей не тысячу раз сто раз я выбрался из совенка и попал сюда я себя чувствую поехавшим пионером мне тяжело мне реально тяжело короче я на пороге дропа очень тяжело я не смогу фу аниме это 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 никак хотят но я не знаю если еще музыка была терпимая но музыка это пиздец а играть без музыки смысл ну типа выключить полностью музыку короче у меня когда про описать стихия про описать какие-то просто там так то лучше стих из нескольких четверостишей мне 20 годиков привет ты мне безумно нравишься и я очень хочу от тебя детей скольку давай проведем с тобой бесконечное лето вместе у тонем в моем макрам странном дождике целую любовью концовка странная короче вот ну не раз я где-то ну как где-то раз пять шесть за свою жизнь я писал или четверостишья или допустим два четверостишья знаете вот первое четверостишья потом второе четверостишья ну как как один стих на одну тему и короче у меня было такое что него легко реально легко то есть она приходила сама в голову не было легко придумать допустим вот там четверостишья то 8 строчек допустим два четверостишья мне было легко придумать 5 строчек 5 строчек рандомно какие-то 5 строчек там конец начало середина я не чувствую себя за партой то есть ты чувствовал себя в лагере и получается персонажи бэйл тебе кажутся настоящими они не кажутся настоящими и я не чувствовал себя как как не так объяснить я чувствовал что затем семеном хоть что-то стоит настоящее настоящий кринжевый какой-то аниме задрот который мечтает об анимешных девочках это я чувствовал что настоящая то есть скажем так автор там сильно выразился насчет того что персаши бэл настоящий они вот они как раз няшные то есть анимешное слово не complicado они как раз няшные персонажи бесконечного лета имеется виду спрайта именно они какие-то отдельные рисовки а этих персонажей в первых они я их не считаю какими-то привлекательными я их не считаю это раз и два придется бесконечно в лете было больше различий между персонажами несмотря на то что используется я так понимаю похожие образы я не знаю кто кого скопировал скорее всего за эта игра наверно было раньше она выглядит как очень старая хотя я не уверен сейчас гляну ее год чисто ради интереса в стиме в стиме надо смотреть год выпуска вот так то лучше и так всем понятно было что тут дроп слишком долго играть до появления контента он рели годный но это честное 2017 странно это годный психологически хорошо вы гоните хватит блять да хватит этот бред нести нужно нужно поиграть еще минуту еще час если честно игра гавна слишком все монотонно и уныло жду дроп если дроп не что будет через стрим не на next и как относишься к творчеству маяковского он иногда писал стихи без рифмы меня бесполезно спрашивать про отношение к творчеству каких-то разных поэтов потому что я помню творчество поэтов ну как я его не помню я бы вспомнилась кто-нибудь там ну показал или прочитал только то что заставляли учить школе там буквально в первых классах там с первого по третий класс я бы там так то лучше это пародия на нимешные штампы потом будет неожиданный твист и в целом поменяется напрочь ебашь один к доната и будете каждые 10 минутов и я буду тебя каждые 10 минут донат кидать спасибо но спасибо но я себя некомфортно ну мне мне неинтересно стриме становится я не хочу наверно я не могу короче что я говорил а у меня короче получается если что приходит в голову я получается написать допустим 5 строк из 8 до 24 раз тиши а там допустим начало или конец вот уже потом закончить мед на это уходит не за огромное количество времени там не знаю час два там за три часа а написать большинство там пять или шесть строк у меня уходит буквально максимум пять минут а вот как-то начать или закончить чтобы она соединилась чтобы было 24 раз тиши ровно на это уже уходит не знаю там буквально вот один-две строчки то придумать чтобы она все как бы соединялась с тем что уже есть на это уходит пиздец много времени на это уходит прям ну даже говорю часа три порой даже четыре ну когда у меня такое было когда мне приходили в голову стихи спасибо за внимание спасибо за внимание лучше ой да надо больно кому наебывать сидеть пф хайлайты потом чек не на ютубе как дроп ниш бтв как тебе омерзительная восьмерка зачем я чекать хайлайты и я так устал что мне постоянно просят посмотреть допустим я прошел детройт да на свою концовку говорят чек не другие концовки или там прошел бесконечное лето на свою концовку не говорят чеки там другие варианты чек не другие концовки чек не там то чек не это если допустим я не хочу играть в игру мне говорят чек не что там было зачем зачем если есть к чему это все зачем вы постоянно хотите ну узнать грубо говоря хотите узнать судьбу которая не должно было быть никогда то есть к чему это вообще это как размышлять в реальной жизни а кем бы я был и стал футболистом смысле блять а кем бы я был и себя стал космонавтом ну типа короче как тебе омерзительная восьмерка как и все последние фильмы тарантино хуже намного хуже чем его первые фильмы крошек а я не могу спасибо за внимание кому теперь я покажу свои стихи по получается никому короче последние фильмы тарантино омерзительная восьмерка джанга бесславные ублюдки и once upon a time in hollywood once upon a time in hollywood это лучший из них из четырех я его оцениваю на 6 баллов остальные 3 я оцениваю на 5 баллов короче не все даже не близко уровень его первых фильмов которые эти развору резервуер the dogs палп-фикшн киллбилл очевидно и дэспруф дэспруф вот его был последний охуенный фильм я вообще считаю дэспруф шедевром но дэспруф провалился в прокате и поэтому именно поэтому тарантино начал снимать в таком стиле каком он сейчас снимает более такое попкорновое дерьмо чтобы большинство оценило чтобы он мог заработать деньги потому что дэспруф очень сильно провалился его продюсеры очевидно прессанули ну что продюсеры просто не будут ему давать денег как бы на съемки дроп но даже не к сожалению эта игра вообще ничего не привлекает вообще ничем тут нет вообще ничего да это дроп это дрип я не могу просто я не могу я не могу я не могу я не чувствую никакой атмосферы чувствую раздражение от музыки мне не нравятся эти девочки анимешные потому что не полностью анимешные на сто процентов и я не могу проникнуться сюжетом я не могу вообще вообще никак ему я не могу это представлять в бесконечном лете когда я играл я пытался я пытался это все представлять ну как 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 хотели автора что того все представить будто бы действительно это произошло этом заснул попал в этот лагерь я не знаю здесь вообще никак не представляется даже слишком тяжело и она как будто вот ну диалоги диалоги главного персонажа с этими анимешными девками это как будто абсолютно рандомные рандомные диалоги рандомного фантазера с аниме девочками привет дорогой зритель подпишись на канал чтобы не пропустить следующие ролики ставь палец вверх если тебе понравилось видео спасибо за просмотр и держи твикс с хлебами грейпфрутовый сок